Сегодня мы рассмотрим парсинг, разные его способы, и в частности регулярные выражения, и посмотрим, как это писать на JavaScript. Мы уже с вами проходили строки и различные методы класса string, и там есть часть методов, которые умеют принимать в себя аргументами регулярные выражения. Значит, что же такое регулярные выражения? Это тоже формальный синтаксис, формальная грамматика, точно такое же примерно, как у нас есть языки программирования, какие-то декларативные языки, то есть это тоже грамматика, но это метаграмматика, которая описывает другие грамматики. То есть мы при помощи одного синтаксиса описываем другой синтаксис. И зачем нам это делать? Это, во-первых, для того, чтобы проверять, подходит ли какая-то строка под определение нашей регулярной грамматики, или для того, чтобы нам делать синтаксический разбор этой строки на элементы регулярной грамматики. Чтобы каждый раз мы не писали разбор руками, придумали специальный вот такой вот мета-язык, регулярные выражения. Он реализован во множестве языков программирования, и он не везде одинаково работает, ну, не везде одинаковый набор возможностей, но общие, как бы, в общем, почти все одинаково во всех языках реализовано. Ну, то есть как бы методы у классов могут быть разные, но набор символов и их значений обычно одинаковый, кроме там каких-то определенных вещей. Вот в JavaScript есть, допустим, look forward, а look back нету в регулярных выражениях, то есть это условный парсинг по какой-то подвыражению вперед или назад. Значит, ну, как бы, почти вся спецификация в JavaScript реализована. Значит, самые простые способы парсинга, вы знаете, это просто там находить под строку в строке, находим индекс и так далее. Значит, кроме вот этого и кроме регулярных выражений, у нас еще есть такая вещь, как BNF, Bacus Naur Form. Это нормальная форма Bacusa Naura, которая тоже является метаязыком, при помощи которого можно описать синтаксис другого языка. На самом деле, вот как мы можем понять, что регулярные выражения и BNF — это метаязыки, они могут описать сами себя. То есть это такая грамматика, которая может описать сам себя. А JavaScript сам себя описать не может. Он может написать, то есть можно написать на JavaScript парсер JavaScript, но это будет не декларативное описание JavaScript, а вот алгоритм какой-то. А на этой грамматике мы можем при помощи декларативной структуры описать другую декларативную структуру. Ну, естественно, чтобы этот парсер работал, нужно на каком-то языке программирования еще его и сделать. Ну, то есть у нас как бы есть декларативная структура, язык программирования должен сочетать декларативную структуру, как-то ее оттранслировать, разобрать ее. То есть регулярное выражение само по себе разбирается, кладется в память, а потом, значит, мы берем строки, и он, собственно, один-то синтаксис применяет к другому синтаксису, и ищет, подходит оно или не подходит. То же самое с BNF. Так, тут я вот открыл страничку, чтобы вы посмотрели, на что похожа нормальная форма Бакуса Наура, и она очень часто, вы ее можете увидеть в описании, допустим, сетевых протоколов или в описании языков программирования. Значит, отличие от регулярных выражений такое, что в BNF у нас есть идентификаторы. Вот тут у нас postal address – это идентификатор, которому ставится в соответствии последовательность из трех тоже идентификаторов. То есть сначала в адресе должна идти часть с именем, потом с улицей, а потом зип-код. И они должны быть, значит, вот именно в таком порядке. А каждый из этих идентификаторов описан отдельно. То есть мы должны посмотреть сюда и посмотреть, что вот тут у нас name part. А у нас есть еще определение для name part. И вы видите, тут обратный порядок такой, что мы в более ранних определениях можем использовать те идентификаторы, которые ниже. Вот так. То есть не так, как у нас в языках программирования. Если мы что-то куда-то присвоили, то это на самом деле не совсем присвоение, это просто мы ставим в соответствии. Идентификатор слева, ставим в соответствии какой-то идентификатор справа. И тут могут быть у нас литералы, как вот точка, допустим, в кавычках. Может быть условие, вот такое, вертикальная черта. И могут быть ссылки на другие идентификаторы. Могут быть группы. Тут, может быть, есть какая-то более сложная вещь. Вот тут алфавит letters, он вот так вот описан через вертикальную черту, через pipe. То есть алфавит тут включает все буквы, большие и маленькие. А также есть вот еще символы. А теперь, чтобы объединить все это вообще в набор символов, мы говорим, что символы – это буквы, цифры и прочие символы. Вот так. Ну и таким вот образом мы можем описать, значит, весь синтаксис там, какого-то языка, того же JavaScript. Я думаю, что для JavaScript тоже есть BNF-описание, просто оно очень большое. Ну, для C точно есть, для C++, скорее всего. Значит, но если мы начнем вот то же самое писать на регулярных выражениях, я вам сейчас какие-нибудь регулярные выражения быстренько покажу. Страшные. Экзамплс какой-нибудь, да? Ну, мы начнем с простых, а я вам покажу сейчас какие-нибудь страшные регулярные выражения. Сейчас попробуем их нагуглить. Так, как они? Это тоже… Тут простые. Давайте. О, вот на этом сайте должны быть страшные. Так, так, так. Экзамплс. Туториал. Давайте, наверное, сделаем так. Парс, допустим, HTML. Сейчас кто-нибудь предложит, как можно распарсить HTML при помощи регулярного выражения. Так, тут есть какие-то ссылки на другие грамматики. Так. О, это… Нет, это не регулярное выражение. Это какая-то бяка. Такс. Ну, вот какие-то простые, простейшие регулярные выражения для парсинга. Видите, как они выглядят? Сейчас я чуть сделаю покрупнее, чтобы это можно было… О, вот таким образом. Их проще написать, чем потом прочитать. Но это еще не совсем страшные. Возможно, тут есть более дикие какие-то. Ну, вот это простые, вот так вот выглядят, совершенно простые. Или вот так вот. Эта штука позволяет парсить там другую строчку. Такс. Ну, вот такая. Все вот эти символы, они имеют какой-то смысл. Сейчас мы пройдемся быстренько по этому делу. И я вам еще покажу такой RFC, это Request for Comments для описания BNF формата, потому что сетевые протоколы тоже часто описывают при помощи BNF, ABNF, EBNF нотации. Это все одно семейство нотаций. И, в принципе, вы даже можете... Ну, тут вот так вот это выглядит. То есть... О, сейчас. Я найду что-то побольше. Так. О, вот так. То есть там C-NL это комментарий или CRLF. Вот так. Значит, C-VSP это ВСП. Есть такой идентификатор White Space. Или последовательность из C-NL и ВСП White Space. Так. Звездочка это повторение этого дела несколько раз. 1 звездочка диджит это значит, что одно вхождение цифры. Так. Ну, и тут тоже есть вот группы. Видите. Ну, в общем, с BNF нотацией я думаю, что столкнутся не все. Ну, кто будет заниматься протоколами, парсерами, языками, точно столкнетесь. А для прочих людей я думаю, что вполне хватит регулярных выражений, которые мы сейчас разберем. Значит, дока по ним нормальная лежит вот тут у нас на Mozilla Developers Network в разделе Global Objects RGXP. Да. И я сюда выписал из нее, так, чтобы ничего не отвлекало, основные символы. Точка маскирует любой один символ. Вопросительный знак это вопросительный знак после символа говорит о том, что этот символ может быть в строке, а может не быть в строке. И еще вопросительный знак в некоторых случаях используется для переключения выражения, которое идет перед ним из жадного режима в нежадный. Но это мы тоже посмотрим чуть позже. Плюсик используется для того, чтобы говорить, что выражение, которое идет до него, может у нас быть один или больше раз. Звездочка это ноль или больше раз. То есть может быть, а может не быть. И много раз быть. Круглые скобочки позволяют делать группы. Групп может быть в большинстве реализаций RGXP их может быть 9. То есть от 1.1 до 1.9. И потом к этим группам можно обращаться. После того, как какая-то строчка распарсилась RGXP, у нас появилось массив этих групп, и мы можем к этим группам обращаться или подставлять их в шаблон, строку в другую. Квадратные скобки позволяют перечислять набор символов, которые могут быть в этой позиции, в какой-то определенной позиции. Знак слэш позволяет эскейпить символ, который идет после него. Стрелочка вверх или шляпка или крыша обозначает, что с этого выражения должна начинаться строка. Доллар в конце говорит о том, что на это выражение должна строка заканчиваться. Вертикальная полоса, как и в BNF, это или. В ABNF это слэш или. А тут вертикальная полоса. Это поверхностно синтаксис. И теперь о том, как же мы в JavaScript можем задать регулярное выражение. Вот тут я объявляю переменную Rx1 и я беру ее не в кавычки, а просто вот в такие вот наклонные вправо слыши, в дробь. И это сразу у меня получается регулярное выражение. То есть экземпляр класса RgExp. Я еще могу сделать то же самое вот таким способом. New RgExp и туда передать ABC. ABC это просто строка, которую будет у нас это регулярное выражение маскировать. То есть для того, чтобы какая-то строка подходила под регулярное выражение ABC, она должна содержать вот такое непосредственно последовательность символов ABC. И теперь я хочу узнать, есть ли в этой строке у нас такое регулярное выражение. Подходит ли оно? У строки есть метод match. Я могу в этот метод match передать просто строчку, а могу передать регулярное выражение. RX1 это будет экземпляр класса регулярное выражение и мне вернется давайте первый запустим и посмотрим такая вот структурка. Значит мне вернулась та же строка, которую я нашел ABC, которая подошла под мое регулярное выражение. Мне вернулся индекс. Это в какой позиции внутри моей строки нашлось то, что я искал и опять возвращается входящая строка. То есть опять то, что я передавал в match мне вернулось. Ну и никаких групп не найдено. То есть там не было же круглых скобочек, поэтому групп не найдено. И второй пример выдает нам то же самое, вы видите, потому что у нас первое и второе регулярное выражение абсолютно одинаковые. Вот такая запись и вот такая идентичны. Теперь давайте напишем что-то посложнее. Вот у нас в третьем примере есть вот такая вот штука. Сначала идет слэш, потом в конце идет тоже слэш и буква Сначала что такое слэши вы уже поняли или дроби прямая вот такая дробь это все что между ними считается регулярным выражением. После этой дроби идут флаги. Флагов может быть i, g, m и там еще несколько флагов которые для юникода и прочих вещей. Значит g говорит о том что поиск этого регулярного выражения в строке будет глобальным. То есть если у нас несколько вхождений этого выражения в одну строку то оно нам должно найти все вхождения. То есть если бы я не ставил g то будет находиться только первое вхождение под строки выражение в строку. То есть первый matching первая подходящая часть строки. А благодаря тому что я тут пишу g то у нас оно будет несколько раз искать. Значит дальше первая часть в квадратных скобках. Значит от a до z то есть оно будет подходить любая буква от a до z но маленькая обязательно. Потом стоит плюс этот плюс относится к этим скобочкам слева и говорит о том этот плюс что хотя хотя бы одна буква должна быть то есть вот такая вот часть выражения говорит о том что мы ищем подстрочку которая начинается на букву обязательно хотя бы одна буква должна быть дальше должна быть буква a а а потом дальше опять любая буква от a до z и тоже как минимум одна вот так то есть все что начинается на букву имеет середине букву а и заканчивается тоже на букву и такое вот мы ищем много раз строке ну тут у нас что у нас может быть найтись вот так вот подойдет вот так подойдет и больше ничего не подойдет ну вот давайте посмотрим что у нас тут вывело пожалуйста мэн и кэн то есть нам вернулся массив с двумя вхождениями вот таким консоль логом я тут вызываю match видите можно в принципе было вот тут вот вместо переменной написать сразу строчку в которой я ищу а тут в мэче внутри прямо вместо переменной написать сразу регулярное выражение такое значит делаем дальше еще один пример у нас есть в регулярных выражениях целая целая группа всяких символов точнее символов а букв которые могут идти после обратного слэша вот такой вот слэш с или слэш в слэш д они все что-то значат чтобы мы каждый раз не писали допустим вот конструкцию 119 или же даже 0-9 вот такую конструкцию чтобы мы не писали мы можем слэш д написать чтобы мы не писали это самое не перечисляли все возможные для нас символьные в смысле пробельные символы их же может быть много это может быть табуляция может быть вертикальная табуляция обычный space куча там юникодовых space of для этого тоже есть специальный символ давайте мы сейчас на гуглим их таблицу tags момент о мы ее даже может быть тут найдем так нет тут мы ее не найдем они найдем нормально вот эта табличка значит сейчас я сделаю громче есть слэш д это все цифры слэш д большая это все дни цифры в это любые цифры буквы и подчеркивания слэш в большая это не буквы ну тут короче символы любые символы кроме больших маленьких букв цифр и подчеркивания с это различные спейсы а это различные не спейсы не пробелы потом есть табуляция перевод каретки новая строчка вертикальная табуляция форм фид даже есть специальный match для бэкспейса потом есть для нал символа это символ с кодом 0 и потом дальше идут различные тоже escape последовательности которые нам нужны для того чтобы аске символы кодировать в хексе или же допустим utf-8 и utf-16 уникод то есть мы можем вот таким вот образом slash you и там 4 или 2 или slash x или вот так вот slash you и сразу вот четыре символа таким образом мы можем кодировать какие-то уникодные символы так идем дальше вот этот пример что у нас давайте сейчас попробуем прочитать это дело slash s вот она у нас пожалуйста slash s это любой white space да дальше идет же ну это буква конкретно вот ищем букву же то есть сначала должен быть любой пробел потом буква же а потом slash в slash в это у нас что любой символ буква или подчеркивание то есть мы ищем нечто что будет начинаться на пробел потом иметь букву же потом любой символ цифру или подчеркивание и вот этот символ цифра или подчеркивание может в нем находиться звездочка раз а звездочка это как я уже говорил 0 раз или больше может быть может не быть вот такое и все это мы ищем много раз по строке вот у нас есть строка такая длинная и мы ищем четвертое выражение что мы находим находим видите пробел great пробел great нас и еще раз пробел great нас вот пожалуйста вот вот так вот matching происходит вот так вот и отсюда тоже вот так то есть оно нашло три вхождения этого регулярного выражения так попробуем еще что-то с точками написать вот самое простое с точками точка может маскировать что угодно какой-то символ потом символ у а потом два каких-то символа вот так вот можем написать видите да фраза из анекдота известного и тут продолжение жена знаете этого анекдота такс ну и что оно должно нам найти то что во второй позиции имеет букву у ну сач подходит и матч подходит а больше ничего не подходит ничего у нас из четырех символов не состоит и ну так чтобы на втором была буква у да ну вот смотрим что оно нам нашло сач матч подошло такс теперь еще одна штука которая используется в регулярных выражениях это фигурные скобки фигурные скобки нужны нам для того чтобы найти не меньше какого-то количества элементов и не больше какого-то количества элементов то есть тут вот мы хотим найти буквы слэш в так чтобы их подряд было не меньше трех и не больше пяти может включительно от трех до пяти букв может быть четыре буквы и что мы находим находим мгимо финис буква h не попала вот она вот так вот отрезала понятно пять букв отрезала первых и аск подошло еще хэд подошло так почему хэд подошло а ну от трех букв ну все нормально ну если бы я отсюда убрал букву g то она бы нашло мне только мгимо из всей этой строки такс еще раз смотрим мне вернулся массив вот этих подстрок вроде бы все должно быть понятно так теперь если у нас в квадратных скобках стоит первым символом шляпка или же крыша значит мы ищем любой символ нам подойдет который не находится вот в этом перечислении тут может быть куча еще других символов да то есть вот без шляпки мы бы искали любой из этих четырех символов а шляп а с шляпкой мы ищем любой кроме этих четырех символов а так вот любой кроме л а что мы ищем всем этим выражением нам подойдет любая подстрока которая не начинается с буквы л и заканчивается на пробел смотрим какие у нас тут были вот в этой подстроке до 7 у нас где они вот g пробел и пробел и пробел и пробел и сейчас а л пробел не подходит видите л пробел пропустился и пробел и f пробел вот этот и пробел и И F пробел. А вот этот G нам не подошел, потому что после него нет пробела. Вот мы получили три вхождения. Дальше. Восьмой пример смотрим. Ну, мы тут будем использовать шляпку в начале, доллар в конце. Это имеется в виду, что нам вся эта строка, она должна начинаться с шляпки. Заканчиваться долларом. Значит, обязательно вот этот символ, который слэш плюс, должен начинать строчку. А потом выражение, которое стоит перед долларом, должно строчку заканчивать. Это выражение, это 12 цифр. Вот у нас слэш D это цифра, а то, что стоят фигурные скобочки, это говорит о том, что их должно быть обязательно 12, ни больше, ни меньше. Как мы можем смаскировать плюс? Ведь плюс у нас используется. Мы перед ним ставим слэш, и он нам его эскейпит. То есть, если бы было просто плюс, имелось бы в виду, что выражение перед ним должно быть одно и больше раз. Вот если бы была, допустим, буква вот так вот, Q+, это значит, как минимум оно должно начинаться с Q. А вот слэш плюс, это просто маскирует один символ плюс. Понятно. Теперь мы ставим сюда вопросительный знак. Это говорит о том, что он может быть, а может не быть. То есть, плюс может быть, а может не быть. Но обязательно плюс. Если оно будет начинаться не с плюса, а с минуса, допустим, нам это не подойдет. То есть, 12 цифр, начинающихся с минуса, вот так, не подойдет, вот это регулярное выражение. А с плюса подойдет. Но вот такое нам тоже подойдет. То есть, если там никакого символа не будет, а просто цифры, нормально, нам это тоже подойдет. Такс. Ну и попробуем посмотреть, что у нас. Да, посмотрим, какую структуру нам вернула эта штука. Оно вернуло нам подходящий под строку. Ее индекс в исходной строке, это 0. И вот исходная строка, n-pad. Ну, а группа там не было использовано. Теперь я напишу что-то с условием. Ну, вот так вот, вертикальная черта. Я хочу, чтобы n дней или n часов я мог описывать вот этим регулярным выражением. Теперь говорю, от 0 до 9, значит, как минимум, как минимум один символ должен быть, потом пробел, пробел сам себя маскирует, и потом одно из слов, или дней, или часов. Нам и так, и так подойдет. А вот если там будет написано лет, то уже не подойдет. Ну, и вот, естественно, у меня тут написано 5 дней, и оно подходит. Вот оно 5 days нашло, что подходит. Ну, это о том, какой синтаксис у регулярных выражений. Вот вы увидели основные символы. Знаете, где, ну, там по ссылочке, которая у меня сверху, вот тут вот. Тут находится таблица со всеми вот этими вот символами, их значениями, которые я вам не все привел, потому что тут есть редко используемые, достаточно сложно объясняемые. Вот, допустим, есть незахватывающая группа. То есть мы можем сгруппировать, но оно не будет распарсено в один из именованных элементов. Не станет доллар один, доллар девять, там, или каким-нибудь еще вариантом. Такс. Тут есть, ну, про то, как делается гриди, я уже сказал, что если после звездочки будет стоять вопросик, звездочка перестает быть жадной. Да, и точно так же после любого выражения. Такс. А это, типа, lookahead, это условия вперед. Ну, значит, теперь перейдем, ну, это просто синтаксис regex. Теперь перейдем к тому, как же у нас в JavaScript, какое есть API, у каких классов, чтобы мы могли пользоваться этими регулярными выражениями. Ну, во-первых, у самого класса regex есть куча, точнее, у его экземпляров будет куча методов, а у экземпляра будет куча свойств, а у класса есть куча методов, которые позволяют работать с регулярными выражениями. Вот я сделал такое вот регулярное выражение, которое нам будет находить любую букву А, Б или С из вот этого набора букв. Еще я вам не сказал про флаг I. Он позволяет не различать большие и малые буквы. То есть под это регулярное выражение подойдут такие строки А, Б, С, А, Б, С, А, Б, С и так далее. Ну, то есть любые большие и маленькие вариации. И флаг G говорит о том, что можно искать много вхождений. Значит, теперь мы при помощи консульдира выведем вот само регулярное выражение, выведем у него флаги, выведем global, ignore case, multiline, source, sticky, unicode и lastindex. Это все свойства, которые у вот этого Rx будут, у объекта Rx. Так, давайте запустим и посмотрим. Вот они, сейчас, само регулярное выражение, ну, оно тут в выводе подсвечено красным, чтобы мы его могли отличить от строки. Дальше флаги. Это просто буквы G и I у меня заданы. Вот они, G и I отсюда взялись и вот они тут есть. А теперь каждый флаг имеет еще отдельное свойство. Флаг G преобразовался в флаг global. Мы оттуда можем считать true или false. Ignore case это вот флаг I. Флаг M не стоит. Тут можно было бы написать G, I, M. Это бы позволило искать по многострочным текстам. То есть оно бы, точнее, не так. Малтилайн, оно бы трактовало нашу строку, как многострочную строку, внутри которой шляпка и доллар воспринимались бы в каждой строке отдельно. А если мы не ставим флаг M, то шляпка и доллар воспринимаются только в самом начале, в первой строке и в последней строке. Если у нас мы будем многострочный какой-то элемент проверять на regexp, то у нас шляпка и доллар будут только в первой и последней строке применимы. Значит, в source, что это, собственно, наше регулярное выражение в строчном виде, вот это его часть, потом sticky, это еще один флаг, unicode и еще у регулярного выражения есть last index. То есть оно еще имеет и состояние. Вот когда мы сделали просто из строки регулярное выражение, то есть у нас появился экземпляр регулярного выражения, last index установился в ноль. А теперь мы можем применять это регулярное выражение к какой-то строке, и last index будет постепенно сдвигаться. Давайте посмотрим, как это делается. Мы можем написать вот такой вот цикл do, и у регулярного выражения есть метод exec, и он возвращает нам вот такую вот структурку. Я вот ее тут вывожу. На каждой итерации я вывожу эту структурку, результат. Он возвращает массив, в котором есть подошедший символ, потом позицию этого символа, изначальную строчку и найденные группы. И что мы видим? Что нашлось на всех этих итерациях b, c, a, b, c. Вот b, c, a, b, c. Запомнили вроде бы. А в конце результат равен null. Вот сейчас посмотрим, когда именно равен null. Значит, переменную мы за циклом объявили, res, потом сделали do, цикл с постусловия. Первый раз выполняем регулярное выражение и выводим результат. Потом смотрим, если он что-то вернул не null, то тогда мы еще раз проходим все этот цикл. То есть у нас exec вернет null в том случае, если он дошел до конца строки. А строка у нас вот она. Теперь давайте, может быть, будем само регулярное выражение тоже выводить. Вот так вот, наверное, удобнее будет. Мы посмотрим, что у самого регулярного выражения есть состояние, и оно постоянно наращивается, потому что первый exec находит первое вхождение, второй exec – второе вхождение, и так до конца. И наращивается у нас lastIndex. Так, давайте мы опять запустим. Вот, смотрите. Так, так, так. А, так не видно. Нужно каждый раз выводить lastIndex, вот так, rx lastIndex. Давайте. О! И видите, что, значит, первый раз lastIndex 2, тут lastIndex 3, тут lastIndex 8. То есть это позиция в строке последнего нахождения. Вот от нее оно начинает искать дальше. Пока не доходит до конца строки, тогда lastIndex сбрасывается в ноль, он готов опять искать, и результат нам равен null. Вот так. Ну, это метод exec у регулярного выражения. Еще у него есть метод test. Вот тут мы сделали регулярное выражение ABC, да, и тестируем две строчки. Строчку XYZ и строчку ABC. Ну, строчка ABC должна дать true, а XYZ, конечно, должны дать false. Вот мы видим этот вывод. Вот он, да. XYZ дал false, а ABC true. Ну, постоянно крутить цикл, это не очень удобно. Нам бы хотелось сразу найти все вхождения. Для этого у нас есть отдельный метод, называется он match. Вот у нас есть такая строчка, в которой есть e-mail, и теперь я хочу найти все e-mail из этой строчки и получить массив этих e-mailов, ну, все в один массив их получить. Значит, каким образом я могу распарсить самое примитивное, да? Хотя бы один символ непробельный, потом ухо, потом хотя бы один символ непробельный, потом точка. А, в смысле, ну, домен может содержать, вот, хотя бы символы непробельные и точки. Вот так вот, да? И тоже домен должен содержать хотя бы одну букву. На самом деле это очень грубое регулярное выражение, которое маскирует e-mail. Оно действительно нам найдет все e-mail, но его можно обмануть. Так, о, посмотрите, нормально. Вот он выпарсил два e-mail из строки. Но если я, допустим, эти e-mailы заключу вот в такие вот штучки, скобочки, оно нам эти скобочки тоже сюда запихнет. Ну, а зачем они нам нужны? Мы бы хотели просто e-mail, правильно? Значит, для этого мы должны... Давайте их тут оставим. Так, ну, а s у нас, собственно, символы тоже поддерживает. Значит, мы должны заменить s на az. и теперь мы сюда должны еще добавить вот такой az. И 0, 9 должны добавить. И сюда то же самое запихнуть, да? Так. И точка подходит. Мы опять это дело запускаем. И видите, уже оно эти угловые скобки нам выбросило. Но мы теперь его еще будем запутывать. Вот так вот, domain. Но это же не e-mail, это битый e-mail. У него... Он заканчивается на точку. Он неправильный. Смотрим, а он нам его отдает как правильный. Это нехорошо. Значит, мы должны еще усложнить это регулярное выражение и сказать, что может быть любое количество символов, но заканчиваться они обязательно должны на букву. Ну, на цифру, я не знаю доменов, которые на цифру заканчиваются. Смотрим. О, видите, оно нам выбросило эту штуку. Но точки нету. Это тоже ненормальный домен. Нам желательно, чтобы он вообще в массив не попадал, потому что он битый. Там точка, хотя бы одна должна быть. Значит, нам нужно тут написать, что начинаться оно... Так, так, так. Хотя бы одна точка должна быть в этом деле. Так, мы можем сюда поставить эту точку. Slash точка. Так. Так. Теперь. Давайте цифры отсюда уберем для простоты. Вот так вот. Да? Нас устроит такой GESP. О, смотрите, мы выбросили его. Уже не подходит он. Ну, с точками. Но, на самом деле, это тоже не все случаи покрывает такой. Ну, мы можем нагуглить себе варианты. GESP for email. И вы увидите, какое их есть большое количество. Ну, где-нибудь на Stack Overflow вы можете обнаружить. О, вот такое регулярное выражение. Огромнейшее. И если мы его скопируем в наш код, то тут будут все правила, которые регламентированы вот этим вот стандартом. RFC 822. Ну, в большинстве случаев вам хватит какого-то более простого. Если мы посмотрим, как люди пишут. О, видите, это тоже регулярка. Страшные есть регулярки. Вот. А есть простые. Ну, то есть, можно написать вот таким вот образом. Большинство правил такое простое регулярное выражение подойдет. А, ну, примерно то же самое, что я написал. Вы видите, да? Точка в середине. И вот так вот. Так. Ну, вот то, с чего мы начинали. Примерно то же самое. Тут, скорее всего, еще будет полезно вам посмотреть, во что регулярные выражения парсятся. Тут картинка представлена. Квадратные скобочки распарсились вот в этот блок. То есть, это вход в регулярное выражение. И тут есть варианты. Или же идет первый символ. Там не видно даже, что. Кавычка подходит. После кавычки могут идти вот такие символы. Ну, вот. Это, собственно, распарсенное регулярное выражение. По-моему, даже есть сервис, который их парсит. Сейчас мы посмотрим, есть ли тут на него ссылка. Так, так, так. О, тут есть ссылка на этот сервис. Мы можем в него написать какое-нибудь регулярное выражение. Так. Ну, допустим, там, ABC, да? А как его запустить? А, тест-стринг. Подождите, а тут... А, вот есть парсилка. Так. Момент. Сюда нужно писать, что ли? Ага. О, визуализатор. Нормально. Сейчас он визуализирует какую-то бяку вот эту. Ну, смотрите. Сложные штуки умеет визуализировать. Теперь мы его убираем и что-нибудь простое. Что мы понимаем, да? О, вот так. Или A, или B, или C. Тут все понятно. Так. Slash S. О, non-wide space. Видите, его можно таким образом прочитать. Или, допустим, тут добавим hello display. Вот, варианты появились. Визуализатор достаточно хорошо их читает. Вручную, конечно, прочитать их не всегда понятно. Написать проще, чем читать. Так. Идем дальше. Ну, я думаю, что вы найдете этот визуализатор. Он находится на email.rgx.com ну, не знаю, может быть, эту ссылку вставлю потом ее в примеры кода. Хорошо. Так. Идем дальше. Это был метод match у строки. Теперь метод split у строки. Он тоже умеет сплитить по регулярным выражениям. Вот я имею такую строчку и хочу найти все слова из нее. сделать эти слова все маленькими буквами и чтобы они были уникальными. Что я делаю для этого? Я сначала... Ну, вот функция words. Да? Принимает на вход строчку. Дальше вот мы у строчки вызываем to lowercase. Все буквы становятся маленькими. Потом делаю replace. Replace чего? Replace всех пробелов, которых последовательности пробелов больше и равно одному пробелу. Мы все последовательности пробелов делим на один пробел. В смысле меняем на один пробел. Вот replace случается. Дальше мы делаем trim, чтобы справа-слева отрезать все пробелы переводы кареток. А теперь делаем split по тем самым split по любым символам. То есть все, что не пробел, все разделится. То есть таким образом у нас будет array, в котором будет раз, два, три, четыре, пять элементов. Дальше что мы делаем? мы кладем этот array в set, который мы уже изучили с вами. А дальше в set он становится уникальным. А потом я распаковываю set через spread оператор, через троеточие и опять кладу в array. Теперь у меня там только одинаковые строчки. И давайте это проверим теперь, как оно работает. Я вот вызову функцию words от строки, вот от этой, а теперь склею две строчки одинаковые, и вызову функцию words от нее. И в принципе у меня должен быть один и тот же результат, потому что у нас же тут еще и уникальность будет. Как минимум у нас два регулярных выражения тут используются для replace, для split, ну и еще уникальность. Что-то мы сделали какой-то более-менее полезный парсер. четвертый, четвертый, вот видите, в первом и втором случае абсолютно одинаковые результаты он нам вывел. Ну, слова разделились split, вы поняли. Так, смотрим дальше. Метод replace, ну в предыдущем примере метод replace тоже был, да, ну, как мы можем replace, вот допустим хотим ABC глобально replace вот в такой вот строчке ABCDEFG меняем ABC на раз, три. Тут у нас флаг FLAGG используется, то есть если есть много вхождений, а тут мы сделаем такой же самый пример, только мы используем для разнообразия Neurogexp и сюда передадим строчку, а сюда два флага global и I. I позволит нам большие маленькие буквы считать одинаковыми, то есть под это регулярное выражение под ABC теперь у нас подходит несколько мест, вот тут ABC есть и вот тут ABC есть, да, ну давайте это дело запустим, пятый пример, да, так, пятый пример, ну видите, в обоих случаях 789 туда заменилось, replace, метод строчки, смотрим дальше, потому что у replace вторым аргументом может быть не обязательно на что менять, а целая функция может быть вот таким образом, у нас есть регулярное выражение ABC, оно тоже с флагом глобальности и есть такая строчка ABCDEFG а потом кончается она тоже на ABC значит что должно произойти в результате вызова replace в результате функция должна вызваться два раза потому что регулярное выражение в нашей строчке нашлось два раза значит функция должна вызваться два раза давайте шестой пример запустим и вот смотрим первый раз она вызвалась с первым аргументом собственно что мы искали ABC позиция 0 на позиции 0 нашли и в какой строчке нашли изначальная строчка мы можем брать только допустим первый или только второй аргумент который нам нужен а вот второй раз нашли тоже ABC и нашли на седьмой позиции но тут на самом деле сложно понять потому что у нас и там одинаковое нашлось давайте чтобы разное нашлось вот так вот напишем видите сейчас момент у нас что не ай ай тут написать так будет понятнее о смотрите первый раз под этот RGX подошло ABC а второй раз A большое B маленькое C большое это именно то что подошло а не под какую строчку подошло то есть сюда подхожди в общем мейчинги попадают ну и из этой функции мы возвращаем другую строчку и она заменяет найденное replace то есть если мы этот return уберем и вернем сюда return вот так вот тирешку оно нам что сделает оно заменит на тирешку ну а так как мы взяли изначальную вот эту строчку сделали из нее uppercase то оно нам просто поднимает все буквы большие так это был метод replace с передачей параметров с передачей функции во вторым аргументом теперь у нас есть еще метод search он попроще он просто надо было его первым ставить в общем он просто ищет есть ли такая подстрока в строке но строка не просто прямое вхождение а регулярное выражение так это пример седьмой так седьмой о 3 и минус 1 почему минус 1 не нашло да то есть регулярные выражения нам выдает примерно то же самое что у нас индексов делает да но если мы используем функцию match и она не нашла то она выдает now ну почему так происходит тут минус 1 а там null потому что должна быть у всех функций желательно консистентность типов если это возвращает number то она и при ненахождении тоже должна number возвращать ну могла not a number none вернуть он бы тоже в общем подходил под тип number а match возвращает нам array если не нашло ну что совместимо с array пустое null ну можно пустое array возвращать но null удобнее потому что он приводится к false потому что потом мы можем написать if вот этот вот matching который из match вернулся и этот if будет говорить что false так ну я думаю что с регулярками более-менее все и хочу еще предостеречь от важных таких вещей дело в том что регулярные выражения очень часто можно написать неоптимально то есть я думаю что вы можете нагуглить оптимизатор регулярных выражений вот вы какую-то бяку написали длинную такую непонятную и медленную они же еще и медленно исполняются запихнули вот этот оптимизатор а он вам ее сделал в два раза меньше в два раза короче потому что то же самое можно написать оптимальнее ну и кроме того регулярные выражения медленные вы всегда можете обычными строковыми операциями отпарсить строчку быстрее и ну это будет больше кода и вы получается захардкодите в свою программу конкретный парсер а регулярное выражение вы можете держать где-нибудь в конфигах где-то в метаданных в базе данных в каких-то структурах то есть оно не захардкожено в вашу программу ну может быть захардкожено а может быть нет а может откуда-то приходить регулярные выражения просто подменять но работают они естественно медленнее потому что нужно сначала само регулярное выражение отпарсить а потом его исполнить над вашей строчкой и не всегда оно исполняется оптимально то есть вы грубо говоря всегда можете написать на строковых операциях чтобы оно было быстрее чем регулярные выражения но это не значит что любые любой парсер на строковых операциях будет работать быстрее чем регулярные выражения можно написать на регулярных В смысле, можно написать такой ужасный императивный парсер обычными строковыми операциями, что он будет медленнее, чем регулярные выражения. Я думаю, что вы можете справиться с такой задачей, что регулярка будет быстрее. Кроме того, если вы делаете парсер, который будет вызываться где-нибудь из какого-нибудь сетевого сервера, который отдает нам, допустим, API какой-то или HTTP запросы обрабатывает, JAX запросы обрабатывает, это значит, что нам URL или запросы или BAD этих пакетов приходят в нашу программу от пользователя. А у нас оно парсится регулярными выражениями внутри. А это значит, что нам могут прислать какой-то такой BAD, который будет, или такой URL, который будет очень медленно парситься. То есть злоумышленник может придумать такую строчку, которая именно нашим регулярным выражением, потому что мы его, во-первых, мы его плохо написали, а во-вторых, он во всех случаях нормально, а вот в некоторых случаях медленно парсит, вот он может придумать такой способ, чтобы у нас регулярки наши затормозили наш сервак. И это тоже очень опасно, если вы делаете какой-то веб с этим самым. Ну, короче, но тем не менее, вы можете на регулярках сэкономить, то есть с точки зрения, что если вы там парсите какие-то странички в вебе, или какие-то файлики парсите, которые к вам там пришли, вы должны в базу данных, допустим, что-то из этих файликов переложить, то, конечно же, написать парсер на регулярках дешевле. Ну, просто вы меньше времени потратите и быстрее это напишите, чем будете строковыми выражениями парсить. Ну, если вы что-то делаете высоконагруженное, там только строковыми выражениями. Есть, в принципе, такие компиляторы, которым вы выдаете regexp, а он вам на выход отдает функцию, написанную на C или на JavaScript с парсером, который умеет, ну, с парсером, написанным строковыми выражениями. Вы сами можете придумать, как можно regexp скомпилировать в JavaScript. Это, ну, допустим, взять 2-3 правила из regexp и реализовать их так, чтобы вот у нас regexp компилировался прямо в JavaScript. И это будет исполняться потом быстрее. То же самое происходит с bnf форматом. Можно, я думаю, тоже вы сможете в интернете найти. Вот это вот bnf и a-bnf и e-bnf тоже есть такие компиляторы, которые могут скомпилировать из bnf в regexp. Или из bnf в C. Или из bnf в JavaScript. Ну, вот такое. То есть обратно из JavaScript в bnf скомпилировать невозможно. Ну, то есть как бы простым способом. То есть вряд ли вы найдете, вряд ли кому-то в голову такое пришло написать обратный компилятор. Но прямой компилятор достаточно простая задача сделать. Ну, не то чтобы простая, она подъемная и часто используемая. То есть, ну, потому что проще написать иногда bnf, потому что его, там есть идентификаторы. В regexp у нас нет идентификаторов. Вот мы что-то взяли в скобочках, что-то взяли в круглые, в квадратные скобочки, а потом забыли, что мы писали. А в bnf у нас для всего ставятся в соответствии идентификаторы. Буквенно-цифровые, поэтому мы потом можем по ним вспомнить, что же значила вот этот вот подстрока. Поэтому, если мы напишем на bnf, а потом откомпилируем в regexp, но будем хранить всегда bnf-версию, это будет, наверное, удобно. Ну, то есть если у нас regexp размером с экран, а bnf будет размером в 10 страниц. Это вот при таком парсинге будет выгоднее хранить все в bnf. Потому что regexp размером с экран вы потом просто не разберете вообще. Даже при помощи вот этой вот тулзы, которая визуализирует. Так, ну, вроде все. Спасибо. Если хотите вопросы.